И вот я понимаю, Игнать Тихонович, тут хочешь, не хочешь, ты опять начинаешь спорить о том, что Царство Небесное это Христос с Евангелием. Так оно сейчас есть, у нас что, Царство Небесное сейчас, да, сейчас уже идет, Царство Небесное, мы уже сейчас на пороге Царства Небесного заглядываем в него, рассматриваем, рассуждаем там, ну, что нам Господь дал рассмотреть и рассудить, а что там будет дальше мы не знаем, но то, что Царство Небесное, оно объемлет Евангелие, это однозначно, так ты следуй его, раз больше ничего нету. А что ты еще знаешь, ну, какой там запах или какие там будут еда, а этого не надо будет, ох ты, мы это уже знаем, что этого не надо, еды не надо, а одежда какая будет, одежда будет наилучшая, вот одежда будет так, по твоему благочестию будет одежда, то есть ты не поймешь даже, какая она будет, а дом, там не просто дом, дворцы будут, а какие, вот соответственно тебе. Какой ты будешь, непонятно. А друзья будут, там более будут, там до такой степени все друзья будут, что вот муж и жена, если вдвоем попадут, они не будут мужем и женой, но они будут вот как монолитнее жить и крепче там, чем здесь на земле. Без ссор, без всяких, без, там, все вот так будет. Там не надо будет жену на место ставить, ты же все-таки первая, если не я. Змея, гада, кто послушал. Кстати, гад переводится как земля, дерн и так же парень и... Ну там да, там разные переводы есть, ну конкретно они, ну гад допустим, присмыкающаяся. Ну это уже перевели, потому что он ползает. Если брать уже арамейские там вот эти вот переводы, то гад это тот, кто собирает дерн или пыль, или землю. А то есть по земле ползает? Ну да, тот, который по земле. Еще парень, парень, парень это молодой человек, который еще недалеко, видать, от земли оторвался. Парень. Юноша. Ты гад. Да, типа юноша. Представь себе. Юноша. Это, вот хотел добавить. Дело в том, что вот сестре Елене, я хочу немножко пояснить. Мы с людьми привыкли беседовать, а мы многократно об этом говорим, что люди неверующие, они не знают, во что они сами верят. И надо все начинать сначала. Вчера Игнатих вновь беседовал с Самирой из Баку. Там тема коснулась, она такая восхищенная Игнатиха, восхищенная меня. Люблю вас все. Но потом начались духовные вопросы, там, что же, там пять минут поговорили там такие. Вот. И все там о Христе, что он Бог начал. Игнатих вновь начал Библию открывать. У нее Библия есть наша православная. Она давай сама открывать это. Еще главное, оглавление плохо знает, особенно Нового Завета тоже. И такая Игнатих говорит, ну что же так долго? Он говорит, а вот, вы же мной не занимались, и вот я плохо знаю оглавление Библии. То есть я его признал. Где я ученица, то учитель. Но смысл в том, что в первую очередь, ей, как вот, например, которая живет совершенно в другой вере, надо пояснить, она вот, когда коснулась крови Христа, что Господь послал в мир, Евангелие от Иоанна 3.16, да, что за нас отдал Сына Союза Народного, она понять не может, зачем Христу надо было умирать, для чего эту кровь вообще проливать. То есть тут надо начинать все с бытия, с грехопадения, с человека начать беседовать. И пояснять, к чему это все шло. То есть по пророкам пройтись, а потом только в Новый Завет выводить. То есть вот явился огнец Божий. То есть чтобы человеку было понятно, потому что они сами не знают, во что они верят. То есть надо все с азот начинать, как вот, про молоко апостопа. Говори, чтобы объяснять нам все. Скажи. В библейском словаре слово «гадка» переводится как «счастье». О, удача. Удача. Ну, это понятно. То есть то, что... Тебе в руку. Так что... Оно недалеко от Иуды. Ну и вот Игнатихноч нам в комментарии сказал, что это как послушали. Столырных наполнен отвратительной бревотиной. Ну, это про сегодняшний день. Сколько слушай, не слушай, ничего ты от них не добьешься. Никто не будет вам переводить. Вот был жив сегодняшнее о блудном сыне. Мой сын был мертв. Я жил, пропадал и нашелся. Написано. Я жил. Был мертв, я жил. Мертв, конкретно сказано. И никто не скажет, что вот вокруг стоят мертвецы. Они их, потому что сами не крестили, эти священники, занятия никаких нету, по слову Божьему. То есть, мысли человека не заполняют Евангелие. О чем они думают в этот момент? Можно только догадываться, но нам что догадываться, мы сами люди, сами человеки. Или ты думаешь о белом, или о черном. А о чем-то таком думать невозможно. Я не думаю, что все стоят в храме и думают о меде. Или о ромашках. Нужно думать о Боге, о спасении. А все думают о житейском. Я вот сюда пришла, стою зря, не зря стою. Потому что мне надо было приготовить что-то там. Что-то недоспала, наверное. Мне говорят, ух ты, что же я тут время трачу только. Ну, то есть, мысли такие. А не о том, что если люди простого не ведают и не желают спастись и жить вечно, тогда о чем думать-то еще? А это сплошь и рядом. А это потому, что такие учителя. А это все потому, что не закрыли церковь на амбарный вот такой замок. И не пошли все вместе изучать Слово Божие. Вчера на занятиях там Екатерина Можина написала и говорит, я нигде, говорит, не встречала такое отношение друг к другу и к людям, как в Потеряевской и Барнаульской общинах. Она, кстати, жилье-то не нашлась, почему мы молимся? Чтоб жилье у нее было. Не знаю. У нее? Так у нее трое детей. Она просила, что жилья нету, надо молить. И муж есть. Так что не только для нее. Ну, понятно. Ну, Господь, Господь умеет. Я не знаю, я не слышал, что она ищет жилье. Помоги, Господи, найти. Жилье влажно, тем более в нашей стране у нас не... Тут говорили про землю обетованную сегодня. Как?